Картофель очень сильно утомляет почву, и толковые дачники всегда высаживают после уборки этого корнеплода сидераты. Они помогают снизить утомляемость, насытить почву витаминами и взрыхлить её. Если вы никогда этого не делали, очень зря. И в этом видео я расскажу, почему нужно сажать сидераты, и какой из них лучше всего подойдёт после картофеля. Зелёная масса сидерата самостоятельно разлагается в верхних слоях почвы в течение весны и зимы, насыщает её калием, азотом и фосфором. Но есть очень важный нюанс. Надо вовремя скосить зелень, чтобы она разложилась в земле и не начала гнить. Лучше всего после картошки показывает себя белая горчица. Она обогатит почву всеми полезными микроэлементами, повысит урожайность на 50%, и удобрения после такого сидерата вообще не придётся вносить. Разветвлённая корневая система горчицы будет рыхлить почву, в которую поступит больше влаги и кислорода. Обогащение почвы начинается через месяц после высадки горчицы и продолжается всю зиму и осень. И самое главное, горчица вытесняет сорняки с участка, что облегчает труд дачника. А ещё наличие эфирных масел в составе горчицы отпугнёт колорадского жука и проволочника, защитит от фитофторы, гнили и парши. Высевать белую горчицу можно сразу же после сборки урожая картофеля, либо же в течение августа и сентября. Для начала нужно выровнять почву граблями, рассыпать по почве семена горчицы, засыпать их землёй или перегноем, либо же заделать их в почву. Всё это хорошо поливаем для ускорения роста культуры. И уже за пару недель до прихода холодов нужно перекопать этот участок вместе с зеленью. В течение зимы вся зелень перегниёт, и почва получит массу питательных веществ.